Вот и что, дорогие друзья, всем хорошего месяца! У нас с вами начался новый месяц, Томуз, обновление. Пришел к нам новый месяц. Итак, в Израиле на прошлый шаббат мы читали недельную главу Корах. В диаспоре, за границей, во всем мире, кроме Израиля, на этот шаббат будут читать главу Корах. Итак, мы видим, что месяц Томуз, который начался сегодня, он непосредственно связан с этой недельной главой, непосредственно связан с событиями Кораха. Именно поэтому мудрецы его расположили возле начала месяца Томуз. Что это означает? Как Корах связан с месяцом Томуз? Говорят нам наши мудрецы, что последние три месяца перед Росшана, Томуз, Ав и Энуль, в их названии зашифрована подготовка к Росшана. Каким образом? Томуз, это, в нем есть четыре слова, Зманэй, Чува, Мэмашмщим, Убаим, Время раскаяния, а что такое раскаяние в иудаизме? Возвращение, как говорит Исхак Пентусевич, вернуться на заводские установки, вернуться к Богу, зашифровано в месяце Томуз, что давай уже начинай готовиться к этому времени, раскаяться и вернуться. Следующий месяц, Ав, он означает Элюль Ба, к нам уже Элюль идет, месяц третий, последний, в году перед Росшана, а месяц Элюль означает Ани Ле Дуди Ве Дуди Ли, я возвращаюсь к Папе, ко Всевышнему, а Папа идет ко мне, я возвращаюсь к Богу, Бог идет ко мне. Итак, последних трех месяцев в году, последние три месяца перед началом года, перед Росшана, перед Днем Суда, они все означают, давайте раскаиваться, давайте возвращаться к Всевышнему. Томуз, Ав, Элюль, последний квартал, все эти месяцы занимаются возвращением ко Всевышнему и тем самым подготовкой к Росшана, к Дню Суда. Теперь, а как же связан Корах с этим? Очень просто. Дети Кораха, они успели сделать раскаяние, они успели вернуться ко Всевышнему в самый последний момент. Корах грешит, говорит, что Муше Рабейну раздает разные хорошие позиции в народе своим родственникам. Он обозлил весь народ на Муше, и Бог создает чудесным образом наказание. Открывается земля, всех засасывает туда, и сыновья Кораха, они говорят, Муше Эмет, Ветарато Эмет. Бог, ты прав? Корах, Муше правда. Его учение это правда, и они успели вернуться ко Всевышнему в последний момент, и они остались живы. И поэтому дети Кораха, они символизируют, как же можно даже в последний миг, в последнюю минуту вернуться, за одну секунду вернуться ко Всевышнему, и тем же самым спастись. Поэтому Корах и Томус идут вместе, потому что Томус начинает цикл подготовки к Росшана почти 100 дней, 3 месяца, и эти вот сыновья Кораха, они тоже символизируют и учат нас, как можно вернуться ко Всевышнему даже в последнюю минуту. Именно поэтому, когда мы будем читать, когда будет Росшана трубить в шофар, а мы про это еще поговорим, как это важно, и какая это вот мощная запрет трубления в шофар, мы целых 7 раз произносим псалом, который начинается словами, вот, как прославляли Всевышнего дети Кораха. Как прославляли Всевышнего дети Кораха. 7 раз мы это повторяем. Дети Кораха, дети Кораха. Зачем? Чтобы вспомнить и научиться у них, как же делается чува. Итак, дорогие друзья, у нас начался новый цикл, почти 100 дней мы возвращаемся к Богу, мы идем к первоисточнику, у Бога жизнь, у Бога счастье, у Бога процветание. Чем ближе мы к Нему, тем же нам хорошо. Поэтому Томус, Зманей, Чува, мы мошмешим и боим, начался новый месяц, мы читаем главу Корах, чтобы начать вот этот весь процесс возвращения ко Всевышнему, Томус, Аф, Элю, и Рошашана, День Суда, когда Всевышний дает каждому то, что ему необходимо для духовной службы, жизнь, процветание и достаток. Я всех поздравляю с новым месяцем Томусом и желаю всем правильно прямо сегодня начать возвращаться к Богу, начать процесс Чува, возвращение к первоисточнику. Спасибо огромное. Ходыш Тов. Субтитры создавал DimaTorzok